Продолжение следует... Это я. Корона. И я вирус. В данный момент у меня так много дел, ведь мне нужно распространиться по всему миру, чтобы люди заражались, заболевали. А лучше всего это получится, если люди будут близко друг с другом контактировать. Но еще лучше, если они будут друг на друга кашлять. Тогда я буду действительно очень хороша и смогу еще сильнее размножаться. Вот только плохо, что люди уже знают обо мне. И теперь все меня избегают. Детские сады все закрыты. Школы тоже никто больше не посещает. В кино люди тоже перестали ходить. Это, конечно же, плохо для меня. О! Там кто-то идет. Кажется, я что-то слышала. Пойду-ка я лучше спрячусь, чтобы меня не увидели. В лесу, в лесу, разбойники. Привет, привет, разбойники. Ну вот. Уже не так далеко идти осталось. Я иду к своей бабушке. Ох, надеюсь, что бабушка здорова. Ах, какая же тяжелая корзина. Я так много для нее закупил. Ведь ей нужно оставаться дома, чтобы не заразиться. Ух, кажется, я что-то слышал. Кто это там идет? Привет, Каспер. А ты-то откуда идешь? А тем более, куда? А, это ты переживашка. А я иду к бабушке. Ведь ей нужно оставаться дома, чтобы не заразиться вирусом. Но скажи-ка, а у тебя-то какие планы сейчас? Мне, мне нужно срочно закупиться. Я боюсь, что скоро ничего не останется. Потому что, знаешь, Каспер, все настолько сошли с ума, что скупает весь супермаркет до пустоты. Ну да. Если так будет продолжаться, то из супермаркета станет пердомаркет. Я этого тоже не понимаю. Люди скупают всю туалетную бумагу. Зачем им так много туалетной бумаги? Может, они на ней шутки пишут? Да, и еще целую кучу лапши. Хотя на всех должно же хватить. Ну а что, если они сейчас все сразу скупают, а потом им придется продукты выкидывать, потому что они испортились? Это же тоже по-дурацки. Поэтому я купил только самое важное для бабушки. А что еще особо важное, так это мыло. Так-то все остальное у нее еще есть. Мыло? Так а зачем же мыло? Ну так говорят же, что надо очень часто мыть руки. Потому что эта странная корона не любит мыло. Поэтому надо мыть руки сразу, как домой приходишь. Ведь так очень хорошо отмывается этот вирус. Ах, такого я еще не слышал. Хорошо, что ты мне об этом сказал. Тогда я тоже постараюсь купить мыло. Посмотрим, что там люди еще оставили после себя в супермаркетах. Побегу-ка я быстрее в магазин за мылом. Да-да, только не очень много, слышишь? Оставь и для других еще. Ну конечно. Ты же меня знаешь. Я всегда думаю о других. О тебе, например. Надеюсь, немного. Ну а я направляюсь к бабушке. Ха-ха-ха. Я все слышала. Я думаю, бабушка это то, что надо для меня. Направлюсь-ка я тоже к ней. И как, покашляю на нее? Ха-ха-ха-ха. Может, тогда у нее поднимется высокая температура. И если она еще на кого-нибудь покашляет, тогда и он заболеет. Ага, я что-то услышала. Ах, там кто-то идет. Может, я смогу и на него покашлять. Поэтому спрячусь-ка я, чтобы меня не увидели. Ха-ха-ха. Я же видел Каспера. Хм. У него было много интересных, классных вещей с собой. Хм. Они бы мне сейчас пригодились. Я заберу их себе. Посмотрим, как бы мне это устроить. Я слышал, он идет к бабушке. Тогда я последую за ним и заберу у него корп. Он явно мне нужен. Ха-ха-ха. О, круто. Я все услышала. Если разбойник теперь занят Каспером, тогда я могу спокойно заняться бабушкой. Пожалуй, отправлюсь-ка я в путь и как следует покашляю на бабулю. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, я знаю, где сейчас Каспер. И он идет в эту сторону. Спрячусь-ка я за кустом вот тут. Фу. Тяжелая оказалась корзина. Но мне осталось уже не так и много. Хм. Передохну-ка я минутку и присяду вот тут. Стой! Стоять! Ты что тут потерял? И что лежит в твоей корзинке? Привет, разбойник. Это вещи для бабушки. Она должна оставаться дома, чтобы она не заразилась этим странным вирусом. И ей необходимы эти предметы. Да мне все равно. Хм. Сейчас ты вытащишь все, иначе я стану смешным. И... Ээээ... Пончик в картон. Прости. Что ты сказал? Кто-то стучится в вагон? Ты что, решил меня разозлить? Отдавай сейчас же вещи. Не поместится в пакет. Забери же ты старый огурец. Ну погоди-ка. Сейчас я тебе покажу. Не достанешь, не достанешь. Не, ну это уже наглость. О, а разбойник-то быстрый. А, помогите, опять он. А, сейчас я тебя поймаю. Вот блин. Каспер для меня слишком быстрый. Похоже, я его не поймаю. О, я должен что-то придумать. Скажи, разбойник. Ты что, не слышал, что подходить близко друг к другу нельзя? Это почему это? Неужели ты ничего не знаешь? Об этом знает каждый ребенок. Нельзя подходить близко друг к другу. Иначе можно заразиться. Или ты хочешь высокую температуру? Не. Ну вот. Никто из нас не знает, находится ли в ком-то вирус. Поэтому надо держать дистанцию. Правда? Фух. Какая удача. Что я тебя еще не поймал. Это что, правда, что ты сказал? Конечно. И тебе лучше исчезнуть в своей разбойничьей норе. Да. Я тоже так думаю. И Каспер, когда это закончится, ну, с этой короной, тогда я опять стану настоящим разбойником. Да-да. Посмотрим. А теперь исчезни. Ага. Каспер. До встречи. Так. Этому мы показали. Хм. Пойду-ка я дальше к бабушке. Надеюсь, Каспер уже скоро придет. На улице такая теплая погода. А я должна оставаться в своей крепости. Я уже связала 50 пар носок от скуки. Ну, хоть в театре Каспера у нас есть телефон. Каспер мне позвонил и сказал, что сделает покупки для меня. А я не должна выходить на улицу и никого не впускать в гости. Да-да. Кто там? Ха-ха-ха. Каспер, это ты? Я никого не буду впускать. Вот блин. Ну вот. Теперь бабушка тоже в курсе, что она должна держать дистанцию от других. Мне обязательно нужен человек. Иначе мне конец. Я не могу долго существовать, если не буду заражать людей. Ах, спрячусь-ка я. Так, я добрался до бабушки. Привет, бабушка! Это я, Каспер. Ах, какая удача, что ты пришел. Тут только что кто-то был у двери, но я не открывала. Это было правильно. Ты же знаешь, что сейчас важно, чтобы ты ни с кем не виделась. Чтобы ты находилась под защитой и не заболела. Ты купил для меня все в магазине? Конечно, бабушка. Я оставлю все около двери. Ведь мне нельзя приближаться к тебе. Я же не знаю. А вдруг я уже заразился? Поставь все там. Позже я заберу. И будь осторожен. Слышишь меня? Да, бабушка. Я буду. Оставайся здоровой. Очень мило с твоей стороны. Так, дети. Я надеюсь, что вы тоже здоровы. А если нет, то выздоравливайте как можно скорее. Не забывайте. На улице соблюдайте дистанцию. И не подходите очень близко к другим. Не трогайте себя за лицо. А то вирус может сидеть у вас на руках. Когда приходите домой, сразу мойте руки. И это я тоже сейчас сделаю. Всем покидосики! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...